Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 21 мая, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». И сегодня Церковь акцентирует наше внимание на 21 главе данной книги, стихи с 8 по 14. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них, многие дни пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня».» Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем размышлять над книгой Деяний Святых Апостолов. И сегодня, в сегодняшнем отрывке, в восьмом стихе, мы читаем следующие слова. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кессарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи деканов остались у них». Очень примечательно, что уже в 21 главе диакон Филипп выступает не в той функции, в которой он был назначен, а в совершенно иной. Все семь деканов стали проповедниками. Архидиакон Стефан был побит камнями и принял мученическую смерть за свою проповедь. И, как мы видим, именно диакон Филипп проповедует эфиопскому вельможи, евнуху, язычнику по происхождению. И эта слава его как проповедника разнеслась, конечно же, по всей округе, и он выполняет, как мы видим, уже функцию не диаконскую, на которую он был поставлен и избран апостолами, а он выполняет функцию уже благовестника, то есть проповедника. Они все равно переходят из одной социально значимой структуры в другую, богословскую значимую, церковно значимую, это в разряд проповедников. И вся его семья была благочестивая и исполнена дарами Святого Духа, потому что сказано, что его дочери пребывали в девственном состоянии, они были девицами и тоже обладали даром пророчества. Этот эпизод вставлен здесь апостолом-евангелистом Лукой для того, чтобы показать величие и значимость этой семьи для церкви, то, что перст Божий был на этом семействе. И вот апостол Павел пришел в Кесарию и был в доме Филиппа. Между тем, как они пребывали многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, взойдя в дом, он взял одежду, вернее, пояс апостола Павла и, следуя традициям, традициям, и пророческим традициям библейским, он своим действием пророчествует и в то же время толкует это действие. Такой стиль проповеди, такой стиль пророчества широко распространен на страницах Библии, мы можем встретиться с этим. Например, пророк Иезекииль или же пророк Осия, который вынужден был жениться на блуднице, таким образом знаменуя то, что израильский народ блудит, как эта блудница и изменяет Богу с идолами. И вот этот пророк Агаф в книге «Деяний» он тоже связывает свои руки, свои ноги, таким образом, символически показуя, что произойдет с апостолом Павлом в результате его проповеди, и тут же дает толкование на это деяние свое. «Мужичей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придут в руки язычников». И действительно, апостол Павел будет взят окончательно под стражу именно по навету иудеев. Он много раз будет встречаться с иудейской агрессией по отношению к нему, и в итоге иудеи схватят его и предадут его на суд язычникам, на суд римскому праву. И его, как римского гражданина, по преданию усекут мечом. Но это будет дальше. И, как мы видим, апостол Павел воспринимает это с мужеством и даже с некой радостью духовной. Это пророчество о нем. «Когда услышали мы это, то и мы тамошние спросили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня». Они увидели решимость и стойкость апостола Павла быть верным Христу до самого конца своей земной жизни. Так и произойдет. Он будет множество раз в узах, он будет множество раз на волосок от смерти, и в итоге он мученически закончит свою жизнь, став тем самым действительным свидетелем смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. И увидев эту решимость в апостоле Павле, те люди, в доме которых он пребывает, а это, вероятно, был Филипп, благовестник, вот диакон Филипп, это все домашние его, увидев эту решимость апостола Павла, его любовь ко Христу и его уверенность в деяниях Христа и в том, что он призван на служение Ему, быть свидетелем Ему, они успокоились и сказали, что да будет воля Господня. Таким образом, апостол Павел выполняет то повеление, которое было дано апостолам перед вознесением Иисуса Христа. Он говорит апостолам о том, чтобы они были свидетелями Ему в Иерусалиме, в Иудее и Самарии и даже до края земли. Это одна из важнейших функций, одна из важнейших функций апостолов — быть свидетелями. И действительно, мы веруем по слову свидетелей. И все наше священное писание Нового Завета — это одно единственное сплошное свидетельство. Это не хронология, хронология, это не репортаж с места событий, а это впечатление, которое произвел на них Господь Иисус Христос, которое они фиксируют, и это этим впечатлением делится с нами, будучи свидетелями этих событий. И они свидетельствуют нам прежде всего о воскресении Господа Иисуса Христа. И эту благую весть так или иначе апостолы доносят нас через различные способы. Через устную, прежде всего, проповедь, через предание о Церкви, которое сохранилось по сей день, в ее обычаях, в ее обрядах, в ее таинствах и, конечно же, в Священном Писании. Мы видим, как эта благая весть в ней обретает некую форму, которую мы и изучаем с вами во время чтения Священного Писания. Итак, братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok